К нашему эфиру присоединяется Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы РФ. Здравствуйте. 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 Ну давайте продолжим тему этого ядерного шантажа. Заместитель главы МИД РФ Рябков заявил, что Россия может изменить базовые документы в сфере ядерного сдерживания. Снова-таки, по его мнению, из-за неприемлемых и эскалационных действий Запада. И вот сейчас военные России и Беларуси приступили к учениям отработки совместного боевого применения ядерного оружия, нестратегического. Это второй этап учений, которые с 21 мая в Южном военном округе России проходят. И Путин на днях в Петербурге сказал, что доктрина по использованию ядерного оружия – это такой живой инструмент. К чему так часто эта тема снова стала появляться в российском информпространстве? У Путина не очень много каких-то вариантов отвечать на то, что происходит. Происходят довольно неприятные вещи. Происходит то, что, во-первых, Запад и прежде всего Соединенные Штаты Америки наконец-таки сняли вот тот запрет на применение западного оружия для ударов по территории Российской Федерации. И эти удары уже наносятся. И это означает, что война переходит на территорию России. Я произнесу такое слово – нормализация войны. Имеется в виду устранение той чудовищной диспропорции, которая была с самого начала благодаря этому запрету, прежде всего американскому. Когда Россия бьет по любой точке Украины, уничтожая мирные города и мирных граждан Украины. А Украина имеет возможность наносить удары только по своей территории. Сбивать вражеские ракеты у себя над головой, чтобы обломки падали на голову. Это абсолютно ненормальная ситуация, которая не бывала никогда ни в одной войне в истории человечества. Она сегодня устраняется постепенно. Не полностью, но устраняется. И действительно война постепенно переходит на территорию России. И второе – это предоставление Украине новейшего вооружения. Ну, не совсем новейшего, но тем не менее серьезного вооружения, которое позволит ей более эффективно сражаться. И вот эти все обстоятельства, они вызывают ярость и непонятно, чем отвечать. Отвечать на поле боя нечем. Здесь все ресурсы исчерпаны. Значит, остается отвечать главным запасным оружием – это ядерный шантаж. Прежде всего, ядерный шантаж. И этот шантаж используется фактически в режиме нон-стоп, в режиме 24 на 7. Потому что, когда Путин замолкает, то на сцену выходит Медведев. Когда Медведев идет спать, то на сцену выходят российские пропагандисты, которые вообще не останавливаются. То есть, фактически, все российские каналы ненависти, они постоянно занимаются ядерным шантажом. Рассказывают о том, каким образом будет уничтожаться Соединенные Штаты Америки. Знаменитая метафора – это пролив имени Сталина. То есть, что Америка уйдет под воду. Что Британия исчезнет, что Франция исчезнет, Польша и так далее. То есть, это ядерный шантаж. Действительно, как здесь было довольно правильно сказано, что на это перестали обращать внимание. Потому что, в общем-то, все понимают, что это угроза, которая не будет реализована. Но, тем не менее, все понимают, но кто-то в конечном итоге все-таки реагирует. Кто-то не хочет это проверить. И именно поэтому еще продолжают оставаться какие-то ограничения и запреты со стороны Запада. Так что, нельзя сказать, что этот шантаж совсем бессмысленный. То есть, он все-таки действует. Хотя бы частично, не на всех, но кто-то по-прежнему боится. Кого-то сдерживает, да. Но вот снова и пропагандисты, и Путин. Говорят о величии. Америка пойдет на дно. Всех мы разбомбим, всем грозят. Но при этом дети в Белгородской области просят главу региона построить укрытие возле детской площадки. Они записали видеоролик с обращением. Как получается вот такой контраст? Ну, на самом деле, я уже сказал о том, что война перешла на территорию России. И это не только Белгород, это и Курская область, это и другие регионы. И на самом деле, война реально пришла на территорию России. Поэтому вот это, ну, неудивительно. Ведь на самом деле, если говорить о конкретно Белгородской области, именно с территории Белгородской области наносится максимальное количество ударов по Харькову. И поэтому, ну, война, еще раз хочу подчеркнуть, война, это штука обоюдная. И поэтому рассчитывать на то, что Россия будет безнаказанно уничтожать Харьков, убивать мирных граждан по всей территории Украины. А Украина будет только молча, молча утираться и обороняться. И только, так сказать, только хранить своих граждан и ничем не отвечать. Это было бы наивно. Поэтому вот происходит то, что происходит. Происходит расплата в конечном итоге. Я думаю, что чем дальше, тем больше россияне будут ощущать на себе, что такое война. Ну да, как вы сказали, нормализация войны. Давайте еще о событиях в самой России. Там закрылся ряд колоний. Но не потому, что преступлений стало меньше, а из-за, это парадокс, уменьшения числа заключенных. Они уходят на фронт, массово гнать осужденных в окопы и на местные штурмы начали с лета 1922 года. Сначала ЧВК Вагнер этим занимался, сейчас российское министерство обороны. Немногих отказавшихся от билета в один конец на фронт переводят в другие колонии. И зачастую менее комфортные, если так вообще можно говорить, о колониях в России. А для чего это делают? Чтобы заключенные не выдерживали вот тех ужасных условий и тоже просились воевать? Заключенные – это один из серьезных ресурсов, с помощью которых пополняются оккупационные войска. И вот это ноу-хау Пригожина, который, собственно говоря, и стал локомотивом вот этого набора заключенных в вооруженные войска, они первые идут в местные штурмы, они первые пополняют, так сказать, штурмовые отряды. Максимальное количество среди них, именно среди них тех людей, которые своими телами устилают украинский чернозем. И это такой выгодный ноу-хау, который российская армия вслед за Пригожиным с удовольствием использует. Но это все-таки, как выяснилось, исчерпаемый ресурс. Поэтому действительно, вы правы, сейчас российские колонии пустеют. И, в общем, через какое-то время придется искать другие ресурсы для пополнения оккупационных войск. Так что вот это ноу-хау Пригожина, оно, в общем, в какой-то момент потеряет свою актуальность. Вопрос следующий о гражданской авиации. Вот все чаще появляются новости из России об инцидентах с самолетами разными. Причем, но спикер Кремля Песков вот накануне заявил, что самолеты российских авиакомпаний очень надежные. И они получают наилучшее обслуживание. Он, скажите, говорил только о борте номер один в этот момент? Или он реально не знает о происходящем? Ну, представить себе, что Песков настолько далек от реалий, что он не знает, что из себя представляет сегодня российская гражданская авиация, невозможно. Конечно, он все знает. Но просто он врет так же, как врет его шеф. На самом деле, ну, понятно, что российская гражданская авиация находится в очень-очень-очень серьезном упадке. Об этом говорят многочисленные катастрофы, аварии, которые происходят с российскими гражданскими самолетами. Да не только гражданскими, но и военными тоже. Но вранье – это форма существования Кремля, а Песков – одна из важнейших частей этого вранья. Ну, слушайте, можно послушать Путина, как он врет буквально каждый раз, когда открывает рост. Почему Песков должен быть исключением? Нет, конечно. В России необходимо ввести наказание для иностранцев и должностных лиц за проявление русофобии. Вот с таким предложением выступила уполномоченная по правам человека Москалькова. Ну, идея не на вам, но вот как она может быть реализована? Как дифференцировать русофобию? По каким критериям? Ну, русофобия в России называется любое объективное, справедливое высказывание в отношении России, в отношении ее руководства. Русофобия называется, ну вот вы видите перед собой живой пример того, кого называют русофобой. То есть, ваш покорный слуга, одно из обвинений против меня, когда меня называли экстремистом и присвоили звание иностранного агента, это была русофобия в том числе. То есть, если ты, так сказать, говоришь правду, значит и русофоб, это же сегодня как раз синонимы. То есть, объективная достоверная информация о России, это и есть русофобия, интерпретация Кремля. Так что здесь как раз очень легко отличить. Если ты говоришь о том, что Россия это фашистское государство, которое совершило агрессию против соседней страны, то это и есть то, что в понятии Кремля называется русофобия. Так что здесь критерий очень простой. Есть подозрение, что не хватит судей, чтобы судить так много людей, потому что все-таки получается, что любое высказывание, где-то пост в Фейсбуке, комментарии в интернете, ведь могут принять за русофобию? Вы знаете, здесь как раз очень просто. Дело в том, что все вот эти вот законы, которые принимаются, они имеют избирательный характер применения. Поэтому, так сказать, ну, российская фемида, она такая, у нее там повязка не полностью закрывает глаза, она подсматривает. И вот она выбирает, так сказать, из огромного количества людей, против которых можно возбудить уголовное дело, а можно возбудить уголовное дело буквально против каждого человека сегодня в России. Она выбирает жертву. И избирательный характер применения закона, он как раз облегчает ситуацию. Так что судей хватит. Еще одна новость. Глава Ешкаралы Евгений Маслов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Казалось бы, новость рядовая, мэры приходят, уходят, ну, бывает такое. Но показательно, что это уже пятый случай за месяц, когда уходят главы крупных российских городов. Как думаете, что это за тенденция такая? Я думаю, что тенденция пытаться избежать печальных последствий, связанных, во-первых, с преследованием за коррупцией, а во-вторых, все-таки, значительное количество людей. Я не знаю мотивы данного мэра, не изучал ситуацию, но в целом я думаю, что не только мэры городов, но и другие должностные лица, многие из них пытаются все-таки спрыгнуть с тонущего корабля. Ощущение того, что этот Титаник идет ко дну, оно все больше и больше присутствует в российском информационном и деловом пространстве. Вот сегодня, ну, я не знаю, наверняка вы в курсе, что сегодня, 12 июня, это день России. То есть это день, когда, соответственно, в 1990 году была принята декларация о независимости России. Он считается днем рождения современной России. Так вот, украинские патриоты вывесили на посольстве России в Киеве плакат такого содержания «Последний день России». То есть, на самом деле, действительно, будет ли этот год последним годом, когда Россия празднует свой день рождения, неизвестно. Но, во всяком случае, ощущение того, что российский исторический проект подходит к своему исчерпанию, оно существует. И вот это ощущение такого последнего дня Помпеи, последнего дня России, оно витает в воздухе. Поэтому многие стараются спрыгнуть с этого тонущего Титаника, спастись бегством. Частично, и это служит основанием для того, чтобы подавать заявление об уходе. Многие понимают, знают историю, понимают, что происходит с людьми, которые являются высшими должностными лицами фашистского рейха. Ну и, в общем, хотят несколько облегчить свою судьбу. Избежать ответственности. А как-то это связано? Вот сегодня заявила Матвиенко о том, что надо обновлять власть, что молодежь нужно допускать, а вот стариков... Ну, менять старую элиту в России на молодежь. Вы знаете, это из серии вот таких вот заявлений, которые не имеют никакого отношения к реальности. Значит, Путин говорит о том, что нужна новая элита, имея в виду вот тех самых уголовников, которые сейчас проходят стажировку, пополняя свои навыки убийства в оккупационных войсках, которые воюют в Украине. На самом деле ничего подобного не происходит. Никакой новой элиты они не становятся. Их никуда во власть не пускают. Это риторика. Точно так же и в отношении обновления. Мы не видим никакого обновления. По-прежнему герантократия существует в России. По-прежнему та самая верхушка, которая вцепилась во власть и находится на ключевых постах, она никому ничего уступать не собирается. Так что это риторика. За этим ничего не стоит. Никакого обновления элиты не происходит в России. Хочу еще немного спросить о преследовании. В Челябинске задержали гендиректора комбината, актива которого национализировали еще три месяца назад. Сейчас его подозревают в разратных действиях. И многие эксперты считают, что это дело сфабриковано. А как вы думаете, почему не заканчивается дело только национализацией? Это такой рэкет под прикрытием власти? Вы знаете, сама вот эта национализация, которая проходит, она пока еще не является совсем массовой. Она в значительной степени означает переход не под власть государства. В России, по сути дела, фактически государства как такового нет. В России действует некая мафиозная структура, которой государством не является. Это сплав вот такого вот уголовников и чекистов. И переход, и то, что называется национализация, это переход собственности под власть конкретных чиновников. Поэтому в какой-то степени это действительно напоминает рэкет. Все это очень избирательно. В некоторых случаях, в отдельных случаях, не самое массовое это явление, но это есть тоже. Такого рода национализация, в кавычках, является способом расправы с политически неблагонадежными собственниками. То есть яркий пример это национализация крупнейшего в России автодилера Рольф, который принадлежал, вернее ранее, Сергею Петрову, бывшему депутату Государственной Думы, человеку, который весьма-весьма достойному человеку, который не поддерживал путинский фашистский режим и оказывал поддержку многим. Я знаю случай, когда Сергей Петров поддерживал независимые СМИ в России. То есть за это, собственно говоря, его лишают собственности. Но это, правда, не самое массовое. Но, тем не менее, это тоже есть, когда с помощью национализации расправляются с неугодными собственниками, политически неправильно ориентированными, по мнению Кремля. А в основном это передел, в основном это переход под власть чиновников. Таким образом, уголовные дела против собственников, они призваны запугать, чтобы сами приглашали чекистов, приглашали чиновников крышевать эти объекты собственности. То есть это передел рынка. Но при этом Госдума России во втором и третьем окончательном чтении поддержала законопроект о запрете на приватизацию религиозного имущества. А почему так? Ну, церковь, русская православная церковь, это отдельный институт. Я все жду, когда все-таки Запад, мировое общественное мнение признает, что русская православная церковь является фактически террористической, экстремистской организацией, которую нужно поставить вне закона. И в конечном итоге, так сказать, я думаю, что высшие иерархии русской православной церкви точно так же достойны ордера на арест, так же, как и высшие должностные лица фашистского российского рейха. Значит, русская православная церковь не является религиозным институтом, поскольку она не направлена на удовлетворение религиозных потребностей граждан России. Это структура, обслуживающая власть. Это люди, которые благословляют на убийства. Это структура, которая в какой-то степени заменяет отсутствующую в России, в российском фашизме, идеологию. По сути дела, это структура, которая направлена на то, чтобы людей подталкивать к убийству. То есть, поэтому, естественно, она находится под защитой фашистского государства. Здесь все органично. Еще один вопрос. Россия не может наладить поставки российских КамАЗов и Уралов в Эритрею из-за санкций Запада. Об этом посол рассказал ТАСС. И он жаловался, что из-за санкций из Новороссийска в Масауа доставка – это хлопотное дело. Теперь не удается найти судоходные компании, чтобы поставить российские автомобили. Вот как в дальнейшем Россия планирует торговать, если она уже нефть на бананы меняла, и вот просто сейчас даже эта дружелюбная якобы Эритрея, которая хочет покупать, но боится. С кем они будут торговать? Если можно коротко, у нас буквально минутка. Здесь я бы не стал из этой новости делать очень широкие выводы, потому что на самом деле России все-таки удается обойти эти санкции, пока в данном конкретном случае что-то не получается. Но, к сожалению, мир намного больше, чем Запад, и поэтому удается находить лазейки. Я думаю, что они смогут все-таки преодолеть вот эти запреты и обойти их. Пока, поскольку все-таки мир гораздо шире и гораздо больше, и далеко не все страны в мире принимают участие вот в этом бойкоте России, поэтому пока удается обходить. Пока, я думаю, что главным все-таки способом, так сказать, борьбы с Россией является предоставление Украине оружия. Это основной способ борьбы с Россией. Очень бы хотелось, чтобы это действительно было пока. Игорь, спасибо большое, что вы присоединились к нашему эфиру. Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы РФ, был на связи с Фридомом. Телеграм-канале Фридом. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова